This is Halloween, this is Halloween, fucking scream in the middle of the night. This is Halloween, everybody make a scene, trick-or-treat. The aim is gonna die, right? It's our time! Самый страшный праздник этого года приближается, поэтому в этом видео мы отправимся с вами в путешествие по истории Хэллоуина. В конце этого видео вас ждет небольшой сюрприз, поэтому досмотрите его до конца, обязательно запоминайте все слова, которые я вам говорю. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life. Поехали! Вообще, истоки этого праздника уходят еще в историю древних кельтов. Кельты – это древний народ, который жил примерно 2000 лет назад на территории современных Ирландии, Англии и северной части Франции. Вот давайте с вами сейчас послушаем отрывок из видео. Смотрите, здесь нам говорят о том, что То есть кельты отмечали окончание периода сбора урожая. Harvest – это урожай. И для них этот праздник был своеобразным Новым Годом, то есть они провожали лето, провожали осень и встречали уже зиму, холодный период времени года, который ассоциировался, естественно, со всякими темными силами, смертью и вот всем на свете. Это было волшебное время, когда призраки умерших людей возвращались на Землю. Вот отсюда с вами возьмем слово ghost, которое значит призрак. Запомните его, помните о сюрпризе. И также это было время, когда грань между живым и мертвым была наиболее тонкая. Вот отсюда мы с вами возьмем слово veil. Вообще, ну, в данном контексте мы переведем это как грань, либо завеса, да, между вот этими двумя мирами. Но также в нормальном повседневном английском языке это слово переводится как вуаль. А теперь давайте с вами поговорим, какие же были традиции именно вот в том старом кельтском праздновании и какие из них перекочевали уже в современный мир. И вот в ходе этого празднества деревенские жители собирались, зажигали костры, чтобы отогнать вот эту всю нечисть от себя и вернуть их в свой, да, spirit world, да, где они там живут. Отсюда я хотела бы, во-первых, обратить ваше внимание на слово sawing. Это первоначальное название Хэллоуина. Именно так он звучал у древних кельтов, да, то есть sawing – это слово из древнекельтского языка. И также хотела обратить ваше внимание на пару слов, которые звучат следующим образом. Первый из них – это gather, собираться, да, вот в этом отрывке the villages gathered, да, они собирались и зажигали костры. Light bonfires – зажигать костры. Обратите внимание, ребят, если вы идёте в лес и жгёте костёр, делаете сосисочки и все дела, это будут bonfires, окей? Не просто fire, а bonfire. И ещё один момент, на который я хотела обратить ваше внимание, это два слова the dead и the living. Смотрите, когда мы говорим не мёртвые люди или живые люди, а просто мёртвые и живые, опуская вот это слово, в английском языке нам обязательно нужно будет поставить определённый артикль the dead – мёртвый, the living – живый. Вот, в принципе, это была такая самая основная традиция, да, когда они вот зажигали костры, возможно, наряжались в какие-то костюмы и отпугивали вот эту всю нечисть. Может быть, вы слышали о каких-то ещё древних традициях, где-то читали. Расскажите нам обязательно в комментариях, это прям очень интересно на самом деле. А мы с вами едем дальше. Так откуда же взялось это название Halloween? Потому что, как мы уже говорили, да, кельтское название этого праздника было Sowin. На самом деле, как раз ночь перед вот этим праздником называлась All Hallows' Eve, что переводится «ночь всех святых». Вообще вот слово Eve отсюда очень часто используется, ну, в значении вот ночь перед каким-то праздником. То есть, например, мы можем сказать Christmas Eve, и это будет переводиться на русский как сочельник, да, то есть ночь перед Рождеством. Здесь то же самое. И слово Hello означало, это уже устаревшее слово, вы можете встретиться только в каких-нибудь книжках, в исторических источниках, даже в молитвах иногда оно используется. Значит, оно святой, Hello, святой. И, ну, сейчас мы говорим уже Holy либо Saint, да, вот два современных слова. В ходе просто изменений, каких-то фонетических изменений в английском языке All Hallows' Eve превратилось в Halloween, да, вот то, что мы используем сейчас. But a very important question is, how did this celebration occur in America? Как же этот праздник перекочевал в Америку? На самом деле, все очень просто, наверняка все из вас знакомы с историей. И во времена колонизации Америки туда переехало большое количество ирландцев, и как раз-таки они, ну, так скажем, стали переносчиками этого праздника на новый континент. И отсюда уже вот начинается вся вот эта вот история Хэллоуина, именно связанная с Америкой. И на самом деле в Америке к этому празднику относятся максимально серьезно. Они его отмечают просто по максимуму. В то время, как в Великобритании празднование сошло на нет, и, ну, конечно, наряжают и бары, и, может быть, пара людей устроит вечеринки, но это не такой прям обширный всенародный праздник. И какие же сейчас традиции остались, и вообще, как его отмечают? Первая, самая главная традиция – это, конечно, украшать дома. Украшают дома именно в Америке – это просто произведение искусства. Некоторые люди настолько заморачиваются, что там действительно дом выглядит, как, я не знаю, какой-то дворец Дракулы. Вот давайте с вами посмотрим на пару примеров того, как люди заморачиваются. И, конечно же, основным украшением дома становится то есть вырезанная тыква в форме вот этого вот человечка, который называется И на самом деле вот это вот название тоже происходит из фольклора, то есть это тоже связано с путешественниками, которые в лесах видели какой-то там огонек и вот так его прозвали. Ну и, соответственно, это перекочевало, естественно, в Хэллоуин, куда еще это могло деться. И здесь я бы хотела тоже остановиться на разнице между двумя тыквами. Да, у нас есть обычная тыква – Pumpkin, которую вы можете видеть вот сзади меня, а есть еще тыква, которая называется Gold, и это вот уже такая вот полуовальная, типа в форме кешью, непонятной формы. Да, то есть вот они называются по-разному. Pumpkin – обычная и Gold. Дальше, конечно же, все американцы обожают костюмированные вечеринки. И тут, конечно же, тоже разброс фантазии. Все приходят в костюмах. Ведьмы, например. Да, ведьмы у нас как будет? Witch, да? Либо в костюмах призраков, естественно. Это слово мы с вами уже сегодня посмотрели. Ghost. Ну и вообще, конечно, кто во что гораст. Еще одна довольно-таки распространенная традиция называется Apple Bobbin. Это когда люди наливают ведра, воду, кладут туда яблоки, которые по поверхности плавают, и пытаются эти яблоки выловить ртом. Нам вот тоже очень весело. На самом деле здесь тоже есть одна легенда, что именно эта традиция была перенята из Древнего Рима, который тоже пришел на территорию кельтов, когда вот он завоевывал эти территории. И вот оттуда именно эта традиция перекочевала. Дальше, конечно же, люди обожают разыгрывать друг друга. Play pranks on each other. Все, что можно угодно придумать. Главное, напугать кого-нибудь до смерти. Многие люди любят ходить по каким-нибудь заброшенным зданиям, где ходят легенды, что там живет призрак и все дела. И вот такого типа сооружения мы называем haunted buildings или haunted attractions. Haunted – это то вот помещение, место, где по какой-то там легенде живет призрак. Haunted building, да, то есть дом, где живет призрак. Haunted attractions – это уже, ну, аттракционы, то есть какие-то развлекаловы, сделанные специально для людей, которые туда приходят и их там пугают. Дальше, естественно, люди любят рассказывать друг другу страшные истории. Это и мы делаем, да, иногда, особенно в лагерях. Но это тоже такая традиция, особенно для семей, когда они собираются все вместе и рассказывают детям какую-нибудь страшную историю. Ну и, конечно же, не обходится без просмотра страшных фильмов. Horror films – это тоже такая прям неотъемлемая часть Хэллоуина, конечно же. И обещанный сюрприз – это аудиотест, посвященный Хэллоуину, где вы сможете, пройдя его, повторить слова, о которых сегодня мы с вами говорили, и выучить что-то новое для себя, также проверить свой слух, добавить эти слова обязательно в свой словарик. И вообще хочу вам сказать то, что на нашем ресурсе более двух тысяч различных видео и аудио упражнений, которые вы можете выполнять в игровом формате, совершенно ненапряженном, где можно складывать пазлики, вставлять слова, которые нам нужно расслышать из фразы, добавлять новые слова в словарь, который также встроен на нашем сервисе. И не обязательно сидеть на сайте часами, вы можете просто посвящать хотя бы 15 минут в день, и вы увидите незамедлительный результат уже, ну, к концу месяца, на что у вас повысился и словарный запас, и то, что вы уже различаете многие слова на слух без труда. Поэтому заходите, вы наш сервис можете попробовать совершенно бесплатно, мы просто нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться, и вы можете попробовать там разные видеопазлы, аудиопазлы, посмотреть грамматические уроки, повыполнять к ним задания, там просто обширная библиотека всего. Мы вас ждем, и не забывайте также смотреть наши видео на нашем канале, мы для вас очень стараемся, я вам желаю успехов!